Всем привет, ребята! Сегодня я снимаю влог, да, хотя, по сути, я могу уже начинать снимать свою новую рубрику, и я думаю, что как раз-таки параллельно, когда я буду снимать этот влог, монтировать его, и в тот день, наверное, когда он выйдет, я уже приступлю к съёмкам рубрики. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто написал на почту и до сих пор пишет. У меня постоянно приходят уведомления на телефон, их реально очень много, получается, даже меньше, чем за сутки. Сейчас я посмотрю, сколько там писем, единственное, что многие я уже прочитала. Так, сейчас пишут то, что входящие 132, 132 письма, это не учитывать где-то 20 из тех, которые я прочитала, хотя, возможно, даже больше, не знаю. Возможно, для вас покажется, что 20 историй это мало, но поверьте, многие истории очень длинные, какие-то очень грустные, и поэтому я тоже не могу так сесть. Я как-то села где-то час, наверное, ну не час, но сколько долго, в общем, читала, потому что есть письма очень большие. Я в шоке, я просто в шоке с того, на что я сама себя подписала. Я очень переживаю, потому что мне кажется, что люди от меня ждут, ну, знаете, такого похода к психологу. Но, опять же таки, как я и говорила, мне хочется, чтобы это было как поговорить с подругой и услышать там мнение подруги. Опять же таки, кто-то говорит, типа, как ты можешь там говорить на те темы, которых у тебя в жизни не было, например. Я полностью согласна, что, в принципе, я, наверное, может быть, где-то не имею права обсуждать какие-то такие вещи, которых со мной не случалось, и кто-то подумает, что я не знаю, о чём говорю. И может быть, но я, опять же таки, хочу просто быть братаном вашим, подругой, которая услышит вас и просто хотя бы поддержит, как я об этом уже и говорила. Вот, но в любом случае я всегда буду стараться именно подсказать что-то, сказать, как поступила бы я. И, в принципе, я уже на эту тему с вами болтала, уже всё вам рассказывала про свои переживания, про то, что, чего ждать вообще от этой рубрики моей тема. Единственное, что я думаю, будет ли интересно, если в одном выпуске будут все темы про отношения. Во-первых, действительно, многие пишут именно про отношения. Кто бы сомневался, потому что, мне кажется, это одна из самых таких, ну, не то чтобы серьёзных тем, а то, что очень многих касается, всех, наверное, касается. У многих были взлёты, падения, переживания, там, всё такое. Кстати, была одна история, где девочка именно рассказала свою историю, но она не спрашивала совета, а она как будто бы моя подруга, знаете, как будто бы мы с ней вместе подружки, которые вам как бы рассказываем, как было и как мы это пережили, скажем так. Поэтому такие истории тоже будут, такие истории тоже приветствуются. То есть я жду не только те истории, где вы запутались и вы не знаете, как выйти из какого-то состояния, положения, да, и спрашивайте совет. У меня, конечно, эти истории, они первичны, они главные у нас, поскольку мы стараемся разобраться и помочь. Но также очень, мне кажется, важны такие истории, где человек уже прошёл какой-то сложный путь и рассказывает свою историю, как он вышел из каких-то тяжёлых отношений, из какой-то тяжёлой ситуации. Поэтому, если у вас есть такие истории, типа, Юля, привет, я там любила парня, мы много лет были вместе, я всё терпела, там, вот это то, всё, пятое, десятое, он там ещё, всё, пятое... Ну, короче, и парни тоже могут писать про девушек, это тоже, я думаю, будет интересно посмотреть, почитать, вот. И чтобы в этой истории было что-то такое, типа, вот, в один момент я решила вот это, вот это, я поняла, что вот это и вот это, вот так надо жить, так не надо, собралась и ушла. Ну, типа, знаете, таких историй, которые будут тоже людей мотивировать, поскольку я сама хочу мотивировать людей жить лучше и думать в первую очередь о себе, но и не забывать о тех, кто рядом с вами, поскольку очень часто у многих, мне кажется, такая проблема, мы забываем о себе и не думаем о себе, о своём вообще настроении, о своей жизни, о своём эмоциональном состоянии. И многие, ну, всегда жертвуют собой, знаете, ради других, и очень часто бывает, что эта жертва неоправдана, и, ну, это тяжело, это не очень здорово, потому что я понимаю, о чём говорю, и самая главная у нас тема, да, это то, какие люди рядом с вами находятся, потому что от этого зависит, мне кажется, всё. Какие у нас сегодня планы? Во-первых, я спала с косичками, получилась у меня такая лёгкая причесочка, такая лёгенькая волна, сделала себе хвостики такие вот прозрачной резиночкой. Я просто думала, что я их не привезла, но привезла, поэтому теперь даже, когда буду делать косички вот такие, да, от хвостиков, буду тоже использовать такие резинки. Ещё у меня здесь волос встал, блин. Я не знаю, как его приложить, потому что он постоянно встаёт. Хочу рассказать вам последние новости, это просто какой-то кошмар был. Недавно у нас отключили электричество на даче, у всех, я не знаю, где-то произошла какая-то авария, и, короче, просто отключили электричество, но какие-то фазы работали, типа у нас работал холодильник, в общем, розетки все работали, телевизор работал, и это ненормально считается, но мы как бы об этом не знали, поскольку мы вообще первый раз с подобными темами сталкиваемся. Вот, и оказывается, когда всё это произошло, и когда работали только, там, работала одна какая-то фаза, нам нужно было побежать в подвал, быстро там что-то переключить с электричеством, что-то там намудрить сделать, но мы, конечно же, этого не знали, поэтому вообще уже выключали как-то свет, но такого не было. Вот таких проблем, с которыми мы потом столкнулись, вот, и, в общем, короче, когда отключили свет, мы тут с фонарями, всё у нас, короче, тут так было, и пока работали розетки, всё было окей, но потом в какой-то момент и розетки отключили, и, конечно же, вода тоже, воды не было, поскольку насос, там, от электричества работает, и, в общем, вода не шла. То есть я даже не могла помыть голову, я уже залезла в ванну такая, включила музыку, такая, ну, всё хорошо, сейчас буду мыться, открываю воду, а там просто ничего, я такая думаю, ну, класс. Вот, потом, короче, позвонили дедушке моему, чтобы спросить, как включить генератор, который даст нам электричество, вот, и в итоге, короче, он нам объяснил, это было просто так страшно, у меня постоянно, знаете, такие мысли, типа, а я не взорвусь, а тут это не взорвётся, а это не загорится, в общем, мне безумно страшно всё это, но чё поделать. В общем, мы пошли со Славой, я не знаю, сколько времени было, ну, уже ближе к ночи, наверное, и дедушка нам объяснил, чё, куда надо сделать, сначала залезть там, чё-то, какой-то кран покрутить, потом чё-то достать, потом завести, потом чё-то переключить, мы такие, чё? И когда мы этот генератор включили, был такой шум, просто ужас, сейчас, не знаю, мне кажется, вся, да, чё, вообще, все слышали наш генератор, я думаю, пипец, вот, ну, в итоге, где-то три часа, наверное, он у нас поработал, я за это время как раз помыла голову, посушилась, и, как бы, перед сном нам нужно было его выключить, в итоге, в один момент какой-то мы решили, что, ну, ладно, всё, пойдём уже выключим, страшно, нужно сначала что-то одно переключить и не перепутать, потому что, если не сделаешь, то там что-то произойдёт, в общем, короче, пипец, такие, это, дачные темы стрёмные мы испытали тут, с которыми просто не сталкивались в жизни, ну, так как всегда в Москве живём, там не надо никакие генераторы включать было, ну, и, короче, вот, всё выключили, всё класс, пришли домой, включаем свет, а он есть, ну, в общем, кайф, не знаю, где-то, наверное, за полчаса до того, как мы выключили генератор, дали свет, мы это поняли, поскольку был такой звук, типа, пип, ну, короче, это значит, что свет дали, в общем, и всё бы ничего, всё круто, но, оказывается, какая-то хрень у нас сгорела, которая, вот, как раз-таки, которую нам нужно было выключить, когда выключили свет, но работала одна фаза, и я не сильно в этом разбираюсь, но мы, короче, узнали, что нам нужно было срочно бежать, переключать или выключать эту штуку, а мы-то об этом не знали, нам никто об этом не сказал, и мы вообще не разбираемся в этом, обычно я приезжаю на дачу, тут просто всё есть, свет есть, и как бы всё, ну, типа, знаете, на всё готовенькое, но, оказывается, не всегда так в жизни бывает, ну, и вот, и мы, короче, поняли, что что-то не то, и то, что у нас что-то сгорело только тогда, когда поспали одну ночь с холодными батареями, и, ну, не могу сказать, что прям было супер холодно, но, как бы, я всю ночь лежала под одеялом, в носках, вот так вот, солдатиком, и вот так вот у меня одеяло было, поэтому, как бы, когда мы проснулись, было тоже холодно, это было вчера, и мы поняли, как бы, что какая-то лажа, ну, не работает батарея, и мы поднимали температуру, но они всё равно не нагревались, то есть оставались холодными, и мы такие, типа, ну, блин. В итоге, короче, мы попросили соседей, чтобы они нам помогли, и как раз-таки сосед нам рассказал, что у нас, типа, проблема, и, типа, нужно покупать новую какую-то фигню, заменять, чтобы, в общем, короче, у нас электричество есть, а батареи, типа, не отапливаются от электричества, вот, и единственный плюс, значит, не плюс, и нас спасло то, что у дедушки здесь есть газ, зарытый такой, ну, я думаю, что многие в курсе, что такое, там, на даче такое делают, когда электричество выключают, вот, чтобы можно было всё равно как-то жить, согреваться, и мы, короче, и он нам объяснил, как включить газовое отопление, это тоже было так страшно, он говорит, так, покрути, а я сейчас с дедушкой по видеосвязи болтаю, он в Грузии, и по видеосвязи ему легко говорить, так, покрути это, нажми это, а у меня, мы со Славой стоим, у нас постоянное ощущение, и такое, знаете, ну, страх, то, что что-то взорвётся, всё-таки мы там что-то с газом делаем, ну, в общем, очень страшно на самом деле, но всё нормально, я у дедушки два раза, а, дедушка говорит, да, крути эту, нет, попробуй другую покрутить, ну, типа, он там так на видео не совсем помнит, хотя он всё помнит, и всё офигенно нам рассказал, и если бы он там не помнил что-то, то мы бы в итоге, не знаю, замёрзли, вот, и, короче, я смеюсь, я говорю, тебе легко говорить, дедуль, ну, он там говорит, что-то крути это, крути то, я-то стою, боюсь, думаю, что сейчас, не дай бог, что взорвётся, что-то где-то какая-то протечка будет, я не знаю, как называется, в общем, мне страшно было, безумно, потому что ещё накануне, буквально за два дня или за три дня до этого, даже, не знаю, меньше, за два, наверное, дня до этого, на даче, где живёт моя мама, там у соседей сгорел дом, просто что-то коротнуло, а то же от электричества, вот это вот всё, и, ну, это просто кошмар, это ужасно страшно, и в такие вот моменты ты как-то всегда, не знаю, опускаешься с небес на землю и начинаешь как-то серьёзнее относиться вообще, в принципе, к жизни, ко всему, слава богу, никто не пострадал, это просто, говорю, что никто не пострадал, все живы-здоровы, слава богу, это самое главное, ну, вот просто это очень страшно, это очень страшно, вот, ну, и жалко, конечно, я этих соседей лично не знаю, но, конечно, мама там знает всё такое, ну, в общем, и после вот этой всей истории, да, у нас тут с электричеством такая фигня, надо с газом что-то делать, какой-то генератор включать, а ещё дедушка говорит, только Юля обязательно, обязательно сначала поверни вот это, а потом уже выключай вот здесь, а то что-то там будет, и я думаю, господи, это же вопрос, просто, я не знаю, самый главный вопрос в моей жизни, не забыть вот это сделать, и, в общем, и поэтому сейчас у нас отапливается дом от газа, вот, нам нужно купить, заказать где-то, найти вот эту хрень, которая у нас горела, я вам сейчас даже покажу вот это, что это, ребята, взрослая жизнь, ну, короче, вот такая вот штуковина, нам нужно найти такую же, заказать, и нам поставят новую, вот, и тогда уже всё будет нормально, слава богу, что сейчас не так холодно на улице, и вообще, как бы, скоро лето, да, кто-то мне писал, типа, что за фигня, ты в угах ходишь, там через сколько-то дней лето, а ты в угах ходишь, ну, ребят, лето, мне-то вообще не жарко, ни хрена, что-то я не чувствую никакого лета, не знаю, говорят, что, типа, будет очень жаркое лето, вообще жесть, плюс 30, ну, не знаю, посмотрим, вот, я даже не знаю, хочу я такое лето или нет, учитывая, что я буду сидеть в Москве, ну, ладно, не в Москве, да, дальше, хотя всё равно в какой-то момент я уеду в Москву жить, когда уже всё откроют, всё такое, начнётся там движуха, работа, ну, хотя у меня и сейчас работа есть, но просто вы поняли, что я имею в виду, там какие-то встречи, всякая такая фигня. Знаете, что меня бесит, жутко бесит в Инстаграме, у меня отписки и подписки примерно одинаковые всегда, то есть, типа, не знаю, там, 15 тысяч подписалось, 16 подписалось, а иногда бывает так, что если я что-то не выставляю много, либо фотки как-то сильно супер не заходят, то у меня в минус уходит, я сижу и боюсь о том, что скоро у меня нормально так подписались за вот время до карантина, получается, я много чего выставляла, видосиков классных вообще заиски пела, а сейчас, получается, вот у меня отменили подписку 13, а подписалось 12,100, и в итоге у меня минус, и меня это бесит, потому что... что за хрень, у меня скоро будет 2,2, в общем, бесит эта фигня, поэтому подпишитесь, пожалуйста, кто на меня не подписан, я очень расстраиваюсь, нифига, что за активность, у меня такая большая была, воскресенье, кстати, сегодня понедельник, вспомнила, нам нужно поехать сегодня в магазин, хочу сегодня сварить курицу, и сделать рис, скажу честно, я ни разу в жизни, точнее, я делала рис, но каждый раз, когда я его делала и пыталась сделать, у меня получалась какая-то каша, и у меня есть цель сделать вкусный и классный рис, это так сложно, мне кажется, не знаю, я идеально делаю гречку, она просто восхитительно вкусная, я ее уважаю, но рис, и я понимаю, что нужно пробовать, нужно делать, ведь это тоже опыт, понимаете, жизнь, сегодня мне звонили и говорили о том, что у меня 2000 баллов каких-то накопилось, обычно я всегда бросаю трубку в такие моменты, потому что я думаю, господи, опять начинается, мне вообще пофиг, что вы меня там загоняете, обожают звонить из банков, вот это я думаю, многим знакомо, предлагать всякие свои условия, возьмите у нас кредит, спасибо, не надо, ну вот что ты хочешь от меня, вот, и мне звонила сегодня какая-то женщина, и втирала какую-то дичь, говорит о том, что у меня накопилось 2000 баллов, типа 2000 рублей, или 2000 баллов, я не знаю, это типа максимальное, максимум просто, максимальное количество ваших баллов, и в вашем регионе, я думаю, она имела в виду вообще Москву, а не то, где я сейчас нахожусь, проходит какая-то фигня, вот эти товары, которые я могу, типа, купить со скидкой большой, использовав эти свои баллы, во-первых, какие баллы, о чем ты говоришь, твою мать, у меня нет никаких, не знаю, специальных карт, или где-то, я не знаю, я вообще мало где пользуюсь какими-то карточками, типа накопительными, еще что-то, потому что, единственное, я не знаю, вот карточки, может какие-нибудь там в подружка, или в боте, или что там еще, да, есть, или туаль, собачий магазин, корм, вот у меня есть такие карточки, есть там где-то золотые карточки со скидками, это да, прикольно, а вот какие-то накопительные, какие-то баллы, ну как-то вот моя жизнь мне показывает уже много лет, что я в итоге этим не пользуюсь, и в итоге это как-то проходит мимо меня, и я такая вообще ничего не понимаю, и это не потому, что я такая, типа, знаете, мне не жалко денег направо-налево, просто как-то вот, какие баллы, что, скидка 30 рублей, ты гонишь что ли, ну ладно, давайте, ну и в общем, про эти баллы, звонит и говорит, то что мы можем вам предложить набор каких-то кистей, пылесос, что еще она мне предлагала, ну короче, перечислила какие-то товары, при чем она мне рассказывает, я говорю, а что за баллы вообще, откуда у меня эти баллы, ну вы там где-то, там сходили, там сходили, сюда сходили, заправка, туда и сюда, откуда у меня эти баллы, ну короче, разводилово, стопроцентная разводилова, потому что, с чего бы, откуда у меня эти баллы, куда они копятся, где я могу их вычислить, я же не слежу за этими баллами, я вообще без понятия, что это за система такая интересная, откуда она знает, что у меня 2000 баллов, из какого перепула, у меня столько баллов, просто рассказываю, и я на 100% уверена, что это такой развод, типа, блин, у вас максимум, напишите в комменты, кому тоже так писали, звонили, говорили, что вот, товар со скидкой только для вас, потому что у вас 2000 баллов, максимум вообще, и она мне, короче, предлагает, предлагает, говорит, возьми это, возьми это, вот, вас что-то заинтересовало из этого списка, конечно, кисти заинтересовали, там, еще какую-то лажу она назвала, которую я такая думаю, ну прикольно, было бы, чтобы мне вот просто бесплатно привезли, вот, и я такая говорю, ну типа, нет, ничего не заинтересовало меня, он такой, ну ладно, значит, я ваши баллы аннулирую, ну типа, знаете, по сути, была бы я такой какой-то, ну не лохушкой, я такая, ой, подождите, начала бы с ней болтать, выяснять, потому что я же не хочу, чтобы мои баллы аннулировали, и она бы мне сказала, ну вот смотрите, пылесос стоит 30 тысяч, вы его сейчас можете взять за 15, вот только сейчас, если не согласитесь, ваши баллы аннулируются, вы уже так не сможете взять, поэтому я сразу сказала, что мне ничего не интересно, и она когда говорит такая, типа, ну аннулируем ваши баллы, да, получается, я такая, ага, ну типа, я думаю, просто я реально думаю, что если бы я сказала, ой, подождите, а можно их как-то нет сам, и дайте мне подумать, я может сейчас куплю, позвоните мне завтра, ай, что за баллы, были бы у меня реально какие-то баллы, я бы об этом знала, короче, никто не имеет права вас разводить, никому не давайте, так, я говорила, что сегодня нам нужно поехать в магазин, а еще нужно купить сегодня корм пушку, и на улицу светит солнышко, я очень хочу туда выйти, а еще не знаю, как у меня макияж сегодня, вообще он у меня обычный такой, который я делаю всегда, один и тот же, наверное, может из-за прически так издалека выглядит прикольно, не знаю, как будет вблизи, цепочка нравится, Вивьена ночью, ну не ночью, а утром, когда мы уже засыпали, в общем, начала гавкать, и из-за этого я еще сложнее, еще дольше пыталась уснуть, а гавкать она начала, значит, на муху, просто, вы представляете, самое ужасное, что я уже начала проваливаться в сон, я уже все такая думаю, все, сейчас засну, уже вот прям чувствую, что у меня это, все выключается, и рядом на подушке лежит ее Вивьена, и она как резко начинает гавкать, подскакивать, и думаю, ух ты ж мелкая жопа, и в итоге, она убежала, побежала гавкать, я думаю, ну и фиг с тобой, гавкай себе дальше, потом залезает на кровать, ну уже все, типа легла, и снова бежит, короче, гавкает, я думаю, ну все уже, это просто уже все, я думаю, на кого она гавкает, выхожу из комнаты, где мы спим, и смотрю, что там, где лестница, там, короче, муха летает, и она на эту муху гавкала, и сначала я разозлилась на Вивиену, и подумала, вот ты ж жопа, блин, динозавра, ты знаешь, что мама рядом спит, папа спит, какого хрена ты гавкаешь, иди там разбирайся, сама выясняй отношения, она мне прям в ухо начала гавка, а потом я поняла, что она гавкала на эту муху, она не хотела, чтобы эта муха залетела туда, где мы спим, чтобы она жужжала всю ночь, и мешала нам всем уснуть, мой маленький персик, как я ее люблю, ну и вот, в итоге я закрыла дверь к нам в комнату, и все, и больше Вивиена не гавкала, она спасла родителей, защитила от мухи, а я тем временем, тем временем, сделаю себе кофе, налью молока, возьму три кусочка сахара, сейчас все, кто отказались от сахара, не пьют молочку, и говорят, что у меня прыщи из-за этого, такие, типа, я все понимаю, реально, мы с Кариной тоже, кстати, это обсуждали, то, что пока тебе врач не скажет, пока тебе профессионал не скажет, ну, все равно ты не можешь относиться к мнению мамы, папы, подружки, подписчиков, друзей, не важно, кого не можешь относиться с такой же серьезностью, именно по поводу здоровья, да, кожи, там, еще что-то, как, например, к врачу, хотя и то, знаете, врачи разные бывают, вот, если мне скажет врач, типа, вот, конкретно тебе нельзя сахар, молоко, все будет кайф, просто, знаете, всю жизнь, да, конечно, у меня всю жизнь не идеальная кожа, но, вот каких-то прям сильных жестких проблем около рта, например, я знаю, когда у меня появились эти проблемы, когда-то давным-давно врачи гинеколог мне такая говорит, пей противозачаточный, вот эти, и когда я их начала пить, у меня вот здесь как раз прыщи появились, и когда я уже другим врачам рассказывала об этом, то, что мне прописали вот эти таблетки, после них, у меня все началось после них, у меня у рта никогда такой жопы не было, а у меня, говорит, не может быть, они же наоборот должны помочь, не может быть, я говорю, да что ты говоришь, все может быть, значит, просто мне как-то что-то не то дали, неправильно, не знаю, выписали эти таблетки, может мне другие надо было пить какие-то, ну, в общем, если что, я их давно уже не пью, и вообще, я просто знаю, что кому-то реально это очень помогает, мне, видимо, наоборот, то есть, видимо, там было что-то в этих таблетках, именно в плане гормонального, что мне не нужно было, хрен пойми, хотя, конечно же, я все сдавала, кровь сдавала, все сдавала, ну, в общем, не знаю, я еще за это деньги платила, да, это была не бесплатная поликлиника, и вот получается, после этого у меня и пошло все около 100, а раньше реально такого не было, и по поводу еды, я уже, кстати, говорила, блин, какая-то девка, вчера захожу в директ, вижу, какая-то девочка пишет мне просто кучу негатива, она на меня подписана, и вот ее последнее сообщение, которое она мне написала, после того, как я ее заблокировала, она у меня, понятно, была не в одобренных, в директе, и она мне писала, типа, мы с друзьями подписаны на тебя, чтобы угорать, типа, ты вообще тупая, глупая, страшная, и у тебя вообще нет мозгов, и все такое, когда мне такое пишут, мне очень часто хочется ответить, потому что я знаю, что я могу ответить таким людям, после чего они, наверное, подумают, что, ну, да, действительно, я говно, но я никогда никому не отвечаю на такое, потому что, ну, недостойные моего ответа замечательного, вот, и я посмотрела, в общем, что мне эта девочка до этого писала, и я пролистала в самый верх, и это так смешно, ведь реально есть такие люди, она мне не на каждую, а вот в разное время на истории отвечала всегда какую-то гадость, типа, ты тупая, ты страшная, уродина, потому что нехер фотошопить, ну, типа, вот такие вот, знаете, у нее всякие ответы были, и я, понятное дело, ее заблокировала, потому что, ну, если тебе не нравится, не смотри, если ты сама не можешь отказаться от подписки на мой канал, там, на мою страницу, то я тебе в этом помогу, почему я блокирую таких людей, потому что мне, мне не нужны они в подписчиках, мне не надо это, вот, я на самом деле часто блокирую, ну, в смысле, не часто, не каждый день, но, если вижу какую-то такую фигню, я спокойно блокирую, у меня даже нет какого-то угрызения совести, очень часто я блокирую людей, которые подписаны на меня, вот, что больше всего мне непонятно, ты меня ненавидишь, не любишь, ты считаешь меня вообще тупой, неинтересной, и ржет я с друзьями надо мной, ну, зачем же ты тогда делаешь мне там аудиторию, скажем так, зачем ты добавляешься к числу моих миллионов, зачем оно тебе надо, ты, ничтожество, когда кто-то считает меня тупой, вот, это, кстати, тоже хороший совет, почему я вообще спокойно отношусь к хейту, и меня это всегда умиляет, потому что я знаю, кто я, я знаю, чего я добилась в своей жизни, я знаю, к чему я иду в своей жизни, у меня есть цель, у меня есть мечты, у меня все вообще в жизни идеально, слава богу, реально, даже несмотря на то, что бывают какие-то трудности, я знаю, что все это временно, и в любом случае, я приду к своим целям и исполню свои мечты, и когда люди пишут что-то плохое про меня, то, что типа я тупая, надо мной угорают, для меня это просто в очередной раз, знаете, напоминание о том, какая я замечательная, то есть, когда меня обзывают, как-то пишут какие-то гадости, для меня это наоборот такое, типа, ах, бедная девочка, ты пишешь то, что я тупая, ты знаешь, чего я в этой жизни уже добилась, а ты кто? И дело даже не в том, там, чего я добилась, то, что я, ну, классная, реально классная, пускай там, мне не 16, и там, не знаю, у меня просто мега быстро, там, миллионы подписчиков, которые не растут, и нету каких-то миллиардов просмотров, и все такое, но я и так счастлива, у меня и так все хорошо, меня смотрят те люди, которые меня смотрят, у меня нет цели, знаете, найти каких-то супер новых людей, и чтобы, блин, на меня подписалось миллионы, мне просто главное, чтобы моя аудитория была активной, и все, мне не нужны, там, ну, не, не то, что не нужны, конечно, сейчас такие послания во вселенную отправлять тоже неправильно, конечно, я буду счастлива, если придут новые люди, но цели такой конкретной у меня, привлечь новую аудиторию, как таковой нет, потому что я не снимаю тот контент, который привлекает детей, например, ну, я просто знаю, что, например, я сейчас сяду, да, на дачу, и начну снимать всякие челленджи, их тут придумать можно миллион, типа, посадить, типа, какое-нибудь растение за время, еще какая-нибудь херня, и, конечно же, куча детей, они все равно посмотрят, разлететь, новый челлендж, еще что-то, в общем, это без проблем, знаете, я даже заработаю с этого больше, но для меня это, ну, как бы противоречивые действия, и иногда я думаю, господи, ну, почему же я не умею хайпиться, я не умею, я ненавижу это, я ненавижу вот придумывать какую-то, вот грязь какую-то, ненавижу, мне это никак, ну, для меня это просто фу, для меня люди, которые поднимаются на хайпе за счет какого-то там, знаете, ну, вы поняли, что я имею в виду, для меня это, ну, такое, в принципе, когда ты приходишь к своей цели, кто-то может сказать, неважно, каким путем, какой дорогой ты к своей цели пришел, но, что касаемо меня, я к своей цели, скажем так, конечно, я еще не пришла ни к каким своим целям, да, это так, образом говоря, то, что сейчас происходит, к тому, чтобы быть такой, какой я сейчас являюсь, я шла очень долго, и многие это знают, что я чуть ли не с самого начала на ютюбе, ну, не с самого, конечно, да, но очень давно я на ютюбе, кто меня знает давно, я очень большой, долгий проделала путь, очень много у меня было и проектов крутых, и вообще просто и поездок крутых, чего только в моей жизни уже не было, за мою блогерскую карьеру, и самое главное за все это время было для меня сохранить репутацию, точнее, и никому не позволить, и не дать мою репутацию как-то в грязь окунуть, знаете, потому что таких людей очень много, к сожалению, встречается на любом пути, жизненном, и у меня тоже были такие истории, когда меня просто вот опускали в грязь ни за что, это для меня всегда было самое, ну, не самое, но одно из самых страшных в блогерской карьере, потому что репутация для меня очень важна, я хочу быть живой, настоящей девчонкой, которая никого не кидает, не обманывает, добрая, и не рекламирует какую-то дичь лютую, знаете, где обманывают людей, например, или там хайплюсь постоянно на каких-то горех, несчастьях других людей, то есть для меня это, ну, грязь, я это не уважаю, поэтому те люди, которые хайпились, ну, не все, конечно, но те люди, многие, которые мгновенно взлетают, хайпились на какой-то фигне, очень часто, ну, как бы потом о них никто не слышит, потому что, потому что это не, это такая слава, быстрая, знаете, а те люди, которые очень долго идут к своей цели, медленно, но верно, в итоге остаются на плаву еще очень долго, но признаю же, что ты не та 16-летняя Юля Пушман, у которой было много просмотров, и все такое, что признавать, а? Я такая же классная, я очень классная, я еще стала умнее, мудрее. Суть в том, что я уже давно поняла и смирилась с этим, и согласна с этим, то, что моя аудитория выросла, и люди, которые смотрели меня раньше, дети, которые смотрели меня, на тот момент, такого же ребенка, они выросли, и у многих просто нет времени смотреть YouTube, кому-то просто я неинтересна, потому что они смотрели меня в детстве, а сейчас смотрят какие-нибудь National Geographic, я не знаю. Мне действительно очень нравится, и приятно то, что моя аудитория, это уже взрослые люди, все-таки, хотя я до сих пор не могу назвать себя с полной уверенностью взрослым человеком, самостоятельным, на все 100%, потому что все равно в жизни бывают какие-то моменты, когда мне нужно спросить там у мамы, мама, как мне это сделать, ну, то есть это значит, что, ну, как бы еще есть, конечно же, 100% есть, к чему стремиться, к чему учиться, все это понятно, просто, в общем, вы поняли, что я имею в виду, посижу, почитаю ваши истории, и потом нам надо будет поехать в магаз, как я уже об этом говорила, короче, я хочу попоткаться вот так вот, типа около машины, погода офигенная, только мне нужно понять, куда поставить телефон, как сделать модное фото, хочется немножко другой угол, ладно, с фотками понятно, посмотрите, что это, я понимаю, что это не тот контент, который вы заслужили, но мне это очень обидно, ведь убирать это мне, мне интересно, как птица так летела, что вот прям вот повезло мне, посмотрите, какая погода, посмотрите, цветы, это все я обсадила, короче, хочется классную фоточку сделать, я в принципе пофоткалась прикольно, но все равно этого мало, меня постоянно пугают клещи, надо сюда вилочку вытащить, что она в доме сидит, вообще вы представляете, реально настолько кайф, что я вот так вот одета, и мне вообще не холодно, мне прям офигенно, прям греет, погодка, в общем все, сейчас мы поедем в магазин, как я и сказала, нам нужно заехать, заодно посмотрим, работают ли вот эти магазины, где можно купить штучку, которая у нас сгорела, для электричества, и вся вот эта фигня, вот, все сгоняем, посмотрим, вчера, я не помню, в какое время мы с тобой гулять выходили, в общем в то время, когда мы выходили гулять, я смотрю, так на даче все активизировались, в это время все выходят гулять по даче, с детьми, там, бабушки, дедушки, держите дистанцию, держите дистанцию, где-то здесь хорошая дорога, где-то не очень, рассказывать особо нечего, а, кстати, мы еще со Славой хотим снять видос, но я уже вам об этом говорила, где мы вместе отвечаем на одни и те же вопросы, только каждый не слышит, что другой отвечает, один не слышит другого, в общем, так что вот, надеюсь, это будет весело, короче, у меня большие проблемы с DHL, или как их там, потому что они мне уже, наверное, недели три пытаются доставить, короче, посылку, и постоянно выходит так, то меня нет на даче, они в Московской области, не знаю, насколько везде так, но там, где живем мы, они только по вторникам делают доставку, и постоянно во вторник, то меня нет, то еще что-то, то мы в Москву уехали, то мне утром звонили, я не слышала звонка, и уехал курьер, потом в итоге я позвонила курьеру, говорю, давайте, дайте мне номер накладной, я сама в Москве заберу, в итоге в Москве я сама не забрала, потому что было куча всяких других дел, и я просто забыла, сегодня мне опять они звонят, утром и говорят, тратуте, мы около вашей квартиры, открывайте, я говорю, кайф, я вообще не там, как всегда, ну, короче, в общем, ужас какой-то, поэтому сейчас мой брат в Москве, из-за того, что нужно учиться, на даче не очень хороший интернет, и, в общем, поэтому он теперь постоянно в Москве, и я просто сделаю переадресацию, я надеюсь, что наконец-таки я заберу эту посылку, она ко мне придет, и я перестану мучить всех, курьеров, от этой компании, вот, походу он не работает, ну, мне пофиг, как я выезжать-то буду, ну, ты проедешь, все работает, у нас от ворота, и просто так нам не заедешь, в общем, говорят же, что, типа, в области можно без пропуска ездить, и, по сути, да, наверное, если об этом по делу сказали, но, вы знаете, меня все равно не оставляет вот это вот тревожное чувство, того, что я сейчас спокойно поеду, а потом мне придет штраф на 5 косарей, если не больше, и мне как-то не очень нравится это все, поэтому хочется прям взять и сделать пропуск. Может, посмотрим в интернете? То есть, камеры не будут фиксировать меня именно как нарушителя без пропуска в области, так это работает или как? Потому что мне, ну, как бы, если кто-то я остановит, то что мне скажут? Я еду в магазин за продуктами, маска, перчатки у меня есть, я не собираюсь идти в магазин вот так вот, как я сейчас сижу. Меня больше пугают только камеры. Представляете, сколько денег можно потерять? Вот, ребята, мы приехали в Перекресток, а еще магазин, который нам нужен, Слава говорит, работает, он увидел. Я очень рада, у меня такая модная маска. Знаете что? Я не боюсь короны, пошла нафиг ли. Надеюсь, что я уже переболела ей, либо просто без симптомов переболею, потому что, я вам клянусь, большинство людей, ну, даже знакомые, которых я знаю, просто мне даже писали, что уже 500 раз переболели этим. Что? Выходите, девушка. У меня нет короны. Короче, есть у меня в подписчиках люди, которые сдавали тест на антитела, и что вас показало, и болели ли вы. Напишите, пожалуйста, мне будет очень интересно почитать, потому что я знаю людей, которые без симптомов, вообще, они не знали даже, что у них что-то есть, переболели, и у них есть антитела. Ну, просто интересные. Надеюсь, что у меня тоже, но не пойду никуда сдавать никакие тесты на эти антитела. Только если что-то по работе у меня появится, потому что недавно позвали меня на съемки и сказали, что, типа, будут брать тесты, и все такое, но я, правда, отказалась от этих съемок. Итак, мы закупились знатно. Конечно, помимо чипов, которые мы закупаем обычно на очень долго, у нас есть и полезная еда. Если вы думаете, что мы все это быстро сжираем, то нет, вы ошибаетесь. Просто мы любим, когда дома есть все, что в душе захочется. Тут свинина и крылышки. Но все это мы заморозим, потому что у нас там куча классной еды. Смотрите, у нас тут курочка. Тут у меня что, еще курица? А, это ножки. Это, значит, вырезка говяжья. Просто волшебство какое-то. Там у нас эти колбасочки. В общем, сейчас тут все положу. А, еще у нас есть вкуснейшее мороженое. Надо, кстати, его поесть. Туалетная бумага, конечно же. бутылочка. Просто так. Блазные салфетки. Взяли эти хлопушки. Их сто лет не ела вообще. Это вот выпечка всякая. Красанчики. Чипсы. Какую-то взяли колу попробовать. Оранж какой-то. Не знаю. Просто взяли попробовать. Молоко вот такое мы берем. Для капучинки. Офигенно. Вкусно. Это славин. Это мой. Потому что я люблю все самое обычное. Самое. Пероначальное. Поэтому у меня обычное. У него какие-то квадратики. С внутренностями. Лаваш шикармянский. Очень вкусный тоже. Опять чико-чико. Сырочки. Недавно я попробовала манговый сок. Вообще было офигенно. Но знаете. Меня буквально хватило на одну вот такую пачку. Ну типа сколько там. За 2-3 дня я выпила этот сок с манго. Что-то как-то уже не хочется больше брать. Люблю все самое простое. Самое привычное. Мне типа апельсин. Мой самый любимый сок апельсиновый. Смотрите. Взяли попкорн. Потому что очень долго не могли нигде его найти. Мы любим фильмы смотреть. С попкорном и все такое. Ну в общем. В общем вот такие закупочки у нас бывают. Сколько мы еще? А еще мы очень-очень много. Не знаю сколько. Короче много очень-много пачек купили кошачьего корма для Пушка. Потому что у него там какие-то паштеты остались. Он их не любит. В общем такие кошки привередливые. Так что купили очень много этого самого. Даже интересно насколько это вышло именно кошачий. Не вижу где. Но 6 тысяч короче там было. Что мы взяли? Ну мясо нормально вышло по деньгам. Что еще? Ну соки, молоко так-то немного плюс куча корма. Туалетная бумага тоже. 150 или сколько там стоит одна. Вот. А так в принципе мы вот один раз может в неделю может даже реже вот так вот закупимся. На самом деле нам сейчас в ближайшее время даже не знаю сколько. не нужно вообще закупаться продуктами потому что у нас куча всего что заморожено что с кайфом можно кушать. Тут тоже курочка у меня размораживается которую сегодня хочу сварить. Так что еды дофига в принципе все круто. Только вот что-то такое по мелочи вкусняшки. Мы кстати вкусняшки давно не покупали у нас реально они наверное три недели вот так вот мы закупимся нам это на три недели даже больше бывает хватает. потому что потому что мы не так часто едим ну в смысле едим конечно но не то что в день по три пачки чипсов ну нет вообще иногда вообще чипсы не едим. Когда у нас отключили электричество мы начали играть в PlayStation в игру Borderlands 3 кто знает мальчишки тем более знают я думаю кто меня смотрит кто играл в общем не знаю и мне безумно хочется играть сейчас в эту игру и ничем другим не заниматься ничего не хочется не снимать не монтировать не готовить хочется просто играть так что еще у нас вы на это все смотрите и думаете как я такая худая ну потому что я пипец как малая твои в общем что-то у меня немножко башка болит как будто бы не знаю такое состояние типа знаете вообще ничего не хочется все лень так у меня в сертинах течет отличные новости мне кажется как будто бы что-то с погодой потому что у меня прям странное такое состояние я очень долго болтала с дедушкой где-то часть не знаю что-то такое ну долго болтали в общем я отдыхала обработала классно фоточку кстати у меня спрашивают где я сейчас глаза обрабатываю фотки ну на фотках короче глаза вы знаете то что я пользуюсь всего лишь тремя приложениями для обработки всего лишь кто-то его с одним этого инстаграма в чистый фильтр наложил и все но три приложения для обработки раньше я всегда в первую очередь использовала фейстюн фейстюн 2 но я перестала это делать потому что есть приложение фейсап который делает очень классные вещи с вашим лицом кто не знает то посмотрите мое видео у меня на канале есть оно буквально не очень далеко где-то недавно не так давно я его снимала может месяца 2 назад не знаю что это такое что в моем телефоне как я обрабатываю фотки и короче фейсап я сначала делаю там на лицо классно тени кладутся в общем что объяснять покажу в общем эта фотка у нас до фейсап тут фейстюн есть я просто вам показываю что делать фейсап следующая фейсап сейчас я буду так вот туда-сюда не знаю видно а не сейчас вот это фейстюн только а это фейсап то есть он как бы макияж тебе может сделать тень более правильно сделать вот вы видите то что губы увеличиваются на самом деле это просто тень он так кладет вот а потом получается лайтрум вот такой вот я делаю фильтр ну плюс-минус такой спокойный и получается что да фейсап фейстюн лайтрум иногда очень редко я сначала делаю фейстюн как вот в этом случае сейчас просто почему я сначала делаю фейсап потому что он классно еще сглаживает кожу и потом уже в фейстюне я могу не так долго например прыщи убирать еще что-то потому что конечно я это убираю и знаете что вот мы даже вчера со Славой это обсуждали я говорю блин почему вот я написала выставила фотку без ресниц написала типа впервые там за не знаю лет 6 выставила фотографию без ресниц и там две какие-то девки написали а без фотошопа Слава я думаю ты тупая ты че тупая у меня все мои видосы без фотошопа не знаешь как я выгляжу в реале посмотри мои видосы да я не такая идеальная как на картинке представляете у меня есть на коже какие-то не очень классные моменты у меня не идеально тени на лице всегда лежат потому что свет везде разный плюс ракурс ну блин короче тупые какие-то девки ну ладно типа пишут без фотошопа слабо и я вот знаете что думаю вот зачем мне в инстаграм выставлять фотографии например без фотошопа например где у меня прыщи пипец как видно потому что от того как падает свет на мое лицо от этого в общем меняется то насколько сильно видно мои прыщи потому что где-то их не очень видно поскольку они закрашены и как бы свет хорошо ложится на лицо а где-то их очень сильно видно когда тень их как бы оттеняет я думаю вот нахрена и кому нафиг нужны мои прыщавые фотки вот реально это я к тому что сейчас же ну в принципе да очень модно быть натуральным естественным выставлять все так как есть я не фанат этой темы потому что все так как есть у меня и в жизни все так как есть я хочу выставлять красивые картинки это не значит что я показываю не настоящее что-то не свою настоящую жизнь потому что все и так знают какая я настоящая ну типа ладно если бы я просто была инстаблогером и никогда бы не выставляла не снимала его видосы и все гадали бы а как Юля выглядит в реале так же как на фотках или как-то по-другому а поскольку все знают как я выгляжу в реале ну как бы на видео видно и все такое хотя я вам так скажу в жизни я намного лучше и к чему я это веду к тому что нахрена вот это а я не понимаю честно говоря я не совсем понимаю когда люди выставляют ну откровенно фу ну не знаю какие-то свои там фотки специально типа делают как бы их такими знаете не идеальными специально для того чтобы показать вот такая я в реале если говорить про мою фигуру я ее на фотках не фотошоплю хотя бывает такое что я могу себе даже талию сделать поменьше но если я это и сделаю это будет максимально мало потому что у меня так ну как бы идеальная фигура если не учитывая то что я не качаюсь у меня даже ребра торчат но это конечно не очень хорошо ну может по обуву накачать надо но это просто мне лень вот а так ну типа я не понимаю людей которые вот вот я стою обычная ничего не втягиваю просто стою а можно вот так на фотке вот так вот можно а в реальной жизни вот так вот я стою ну чел типа смотрите угар вот обычка вот я иду а вот я иду на видео как я хожу в жизни как я хожу на видео это очень интересно как я хожу в жизни просто как бомж просто как пацан я в жизни просто хожу вот так вот Но на видео В смысле, если бы я снимала видео в инстаграм Я пошла вот так вот Ну с прямой спиной Привет малыш Но Нахрена мне ходить на видосе Это просто пример Мы просто с вами болтаем Нахрена мне ходить на видосе в инстаграм Где я хочу показаться красивой, классной И такой, какой я хочу быть всегда Зачем мне ходить вот так вот Когда я могу ходить Вот так вот Как модель Ну, короче, это я к тому, что я, честно, я понимаю, что сейчас все за натуральность, за естественность, не надо стесняться и всё такое. Но, блин, мне кажется, уже все давно знают, что люди там на обложках, в инстаграмах могут быть не такими в реальной жизни. Короче, просто я, например, не очень люблю смотреть какие-то фу-фотки, типа где без фотошопа есть прыщи, допустим. Я всегда думаю, что если ты можешь что-то изменить и сделать красивую картинку, то сделай это. Если ты можешь, я не знаю, обработать голос, когда поёшь, чтобы как бы всем кайфово было это слушать, то сделай это. Я не за то, что надо во всём всегда что-то там выдумывать и всё такое, просто я люблю, когда красиво и вкусно. Вот, но кому-то цепляет, кому-то нравится, когда люди выставляют всякие футки, типа ожидания реальности. Я не люблю ожидания реальности, потому что, типа реальная жизнь инстаграм. Я не люблю, когда это сам блогер, например, выставляет, потому что, ну, хотя не знаю, посмотреть так как бы можно пару раз, но когда ты выставляешь откровенно не очень что-то, типа видео какое-то или там, не знаю, как ты поёшь, как танцуешь или что-то такое, и ты это выставляешь, типа, вот, посмотрите, как круто, ну, не знаю, я, короче, просто не люблю такое, поэтому я всегда за то, чтобы выставлять красоту, потому что нахрена нам смотреть на очередное то, что у нас и так в реальной жизни есть, где мы не очень супер танцуем, не супер идеально поём, поэтому такое себе, не знаю. Мне кажется, что меня больше прикалывает, когда люди выставляют что-то классное, и я такая думаю, вау, как круто, я хочу к этому стремиться, я хочу быть такой же, а не когда люди показывают мне, что они такие же лохи, прыщавые, как и я, ну, просто это пример, например, если бы я выставляла фотки, где я прыщавая, я не хочу смотреть, типа, чужие фотки, где они прыщавые, это что касаемо того, что я обрабатываю фотки, убираю прыщи, и кто-то пишет, в жизни она не такая, конечно, мать, я в жизни не такая, я хочу смотреть на красивую себя, а не на вонючку прыщавую, вот и всё, зато я листаюсь на инстаграм, показываю слайверы, смотри, на самом деле я такая, он такой, ну да, ну да, да не, я и так красивая, ну чего мне, господи, просто я люблю убирать прыщи из своей жизни, нахрена они мне, и на самом деле, вот кто-то в это не верит, но я вам честно скажу, я столько лет себя фотошопила, конечно, неудачно, особенно раньше, я очень плохо себя фотошопила сейчас, ну, часто думают, что я очень много использую фотошоп, но мне кажется, что только дурак-то будет думать, потому что и так видно, что я сама изменилась, похудела, стала лучше выглядеть, и всё такое, особенно, когда я сама себе фоткаю, вижу ракурс, и как бы позирую, как мне надо, конечно, я буду красивая, как вот эта курица замороженная, ну, как бы вы поняли, да, о чём я, понятно, если кто-то со мной на улице сфоткается, я не буду идеальной, сложная фигня, потому что, как я и сказала, я хочу сделать ретис, я его ни разу в жизни не делаю, я не знаю вообще, чьи я делала, ну, делала, да, ну, получала с каштой, я имею в виду, что ни разу в жизни не делала его вкусно и съедобно, клянусь вообще, ничего не хочу делать, хочу лечь, играть в PlayStation, и меня это убивает, потому что я немножко поиграла, и это прям затянуло меня, я реально ничего не хочу делать, хотя у меня куча стирки, уборки, я думаю, ай, пофиг нафиг это делать, не знаю, в общем, ну, покушать-то надо сделать, хотя уже, знаете, дофига времени, ну, ничего, как раз через 40 минут всё будет готово, ну, думаю, не знаю, наверняка, в общем, в общем, ребята, у меня тут полнейший хаос, у меня варится курица, варится курица, а тут рис, и я так волнуюсь, я очень хочу, чтобы вкусно получилось, потому что, если я научусь делать вкусно рис, я буду пытаться, пока я не научусь, и это просто будет божество, потому что я обожаю рис, и я так скучаю по рису, особенно, знаете, когда вот мы в ресторан ходили со Славой, который в Москве, ну, понятно, до того, как всё закрыли, всё такое, я постоянно себе заказывала свиной шашлык с рисом, он там шёл, это было так вкусно, там написана была инструкция, типа, как его сделать, она там где-то спряталась, или, а, вот, типа, пошагово, в общем, 25 минут его надо держать, но мне кажется, что это не то, чтобы много, ну, короче, не знаю, очень хочу, чтобы всё вкусненько получилось, потому что, если получится, это будет очень вкусное блюдо, курочка отварная, рисочек, ещё можно салатик нарезать, это будет просто персик, очень хочу, чтобы получилось, вот. Так что, такие дела, положила здесь вот это, потому что у меня, блин, постоянно брызги-брызги, сейчас, вроде, я уже разобралась с этими брызгами, как их избежать, тут у меня жесть, просто жесть. Вот, вообще, а, ещё я стирку загрузила, потому что там у нас уже забилось, ну, как, много уже надо постирать, так что приберусь, наверное, наведу так быстренько порядок, такой поверхностный, скажем так, всё на свои места положу, мне нужно обязательно завтра помыть полы, потому что я этого давно не делала, на первом этаже, как раз где улица моя бывает часто, ну, как, не то, что часто, но я могу вот сюда в ботинках пройти, вот так вот, я хожу, правда, в таких носочках, которые потом снимаю, ну, короче, в тапочках, ходим всё такое в носочках, понятно, в кровать так не идём, но в любом случае это не очень хорошо. Дома тепло, всё хорошо, рис, не знаю, что он там впитал в себя влагу уже или нет, так на минимуме стоит. Не знаю, как получится, уже в следующем влоге, наверное, вам расскажу, либо, если будут силы, ещё сегодня поснимаю, а так хочется, короче, уже, не знаю, не то, что смыть макияж, но уже так, это, переодеться, может побегать, быстро поубирать, что-то поноситься, ну, в общем, снять свой симпатичный облик и нарядиться в свой домохозяйский наряд, вот. И, как бы, устроить красоту так, чтобы вкусно покушать, смонтировать видосик и играть в PlayStation, отдыхать. И, поскольку сегодня я снимала влог, я уже поняла, что, ну, невозможно снимать влог в один и тот же день и в этот же день что-то планировать по моей новой рубрике. На самом деле, там нечего особо планировать, мне просто нужно написать план. Я уже выбрала много писем, которые хочу прочитать, ну, истории, которые хочу прочитать сейчас опять. Уже много историй прочитала, как я и говорила, ещё сегодня буду читать, на самом деле их так много, и я не знаю, я 100% все в видео не попадут, вот. Но я думаю, что если вы будете внимательно смотреть выпуски эти, мои рубрики, я обожаю об этом просто говорить и ничего не запускать, но это неправильно. Это неправильно, нужно всегда сначала делать, а потом уже трепаться налево-направо. Но, к сожалению, в данной ситуации такого не получилось сделать, поскольку рубрика зависит от вас, от ваших историй. Понятно, все истории не попадут в видео, но если вы будете внимательно слушать, то я думаю, что вы услышите, ну, как бы, и что-то, что коснётся вас. Ваши истории найдёте что-то полезное для себя, потому что мы будем разбирать много разных историй, просто какие-то между собой немножко похожи, и там, если говорить на тему отношений, вот, например, были письма, что родители против парня, ну, как бы запрещают и всё такое. То есть я уверена, что у многих такое наверняка тоже бывало в жизни, поэтому, в общем, будем обсуждать. Так что вот, спасибо большое, что смотрели этот влог, надеюсь, что он был интересный, чутка активный по сравнению с предыдущим, хотя всё равно я много болтаю, знаю, ничего не поделаешь. Зато сегодня мы съездили в магазин, купили прануктов, вот. И, понятно, нужно навести дома красоту, потому что у нас чисто, прям супер чисто, только на втором этаже, а внизу как бы тут на кухне, ладно, на кухне быстро убраться. Ну, как быстро? В общем, не геморройно. Главное мне завтра помыть полы, ну, и вещи там всякие положить на свои места. Так что вот, и хочу сегодня поваляться, просто погрызть чипсов, просто как поем нормальный ужин и играть в PlayStation. Так что вот, спасибо большое всем за просмотр, обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, я всё читаю. Всех люблю, целую, обнимаю, и подписывайтесь на мой Инстаграм. И всем пока! Пока!